За время карантина в одном из павлодарских госпиталей, который расположился в центре Ордагер, пролечилось порядка 300 пациентов. Среди них были и с положительным результатом на коронавирус. Чуть больше месяца за ними следили и ухаживали медики, оставившие на это время своих близких. Одна из таких – врач-терапевт Виолетта Буланова. Недавно ее смена закончилась, она вернулась к своей прежней жизни и спустя месяц увидела своего сына и мужа. Все началось 23 марта, рассказывает Виолетта Буланова, когда в отделение начали поступать пациенты. Сначала это были люди, прилетевшие из-за рубежа, потом и контактные. Позвонили среди ночи и сказали собираться на смену, которая продлилась больше месяца. Мы находились в нашем отделении сестринского ухода, там организовали карантинное отделение, то есть первое время принимали пациентов там. Потом, как мы приехали уже в Ордагер, начали поступать первые контактные лица, нас 13 апреля переселили в гостиницу. То есть тоже это все очень быстро произошло. То есть тут же нужно было искать, с кем оставить ребенка, как все это будет происходить. Ну, то есть почти не было даже времени на то, чтобы мы что-то обдумали. В такой ситуации важную роль сыграла поддержка родственников. Все понимали, что это профессиональный долг и помогли в этот период. Конечно, изначально испугались и мы, испугались и пациенты, потому что никто не был готов нас видеть в таких костюмах противочумных, то есть когда видны одни глаза. Всегда помогаем пациентам, всегда были в другом одеянии, можно сказать, в обычном халате. А тут как-то оно для всех было полной неожиданностью. После закрытия госпиталя у всего медперсонала взяли тесты и после результатов их отпустили домой. Когда мы встретились с семьей, конечно, это было очень волнительно. Ждал меня муж, ждал меня ребенок. То есть как будто не виделись даже не то, что месяца, а очень долго. Такое ощущение, что это тянется уже около года. Рад был маму увидеть? Угу, рад. Как вы общались с ней, пока она на работе была? Ну, по телефону папа разговаривал. И у нас еще дома есть котик литер. После пары выходных дней Виолетта снова приступила к своей привычной работе в хосписе. А такой опыт запомнится ей и остальным медицинским работникам надолго.